Глава тринадцатая И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем. До места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими, и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, Возведи очи Твои из места, на котором Ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. И во всю землю, которую Ты видишь, Тебе дам я и потомству Твоему навеки. И сделаю потомство Твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство Твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо Я Тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевронии. И создал там жертвенник Господу.